МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телекомпании ТВ-Сфера продолжают городские новости. Здравствуйте в студии Ольга Авилкина. В ДНР начинаются выплаты ко Дню Победы денежной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним. Соответствующий указ подписан главой Республики Александром Захарченко. 27 марта главой Республики был подписан указ о выплатах к Дню Победы, материальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и другим ветеранам, также лицам, приравненным к ним. В соответствии с данным указом были произведены все необходимые работы по начислению материальной помощи и минимальный размер такой помощи, такой выплаты будет составлять 1500 рублей, максимально 12 тысяч. Выплата начинается с 16 апреля. В настоящее время деньги проходят процедуру зачисления и возможно в самые ближайшие дни, может сегодня-завтра, деньги уже поступят на расчетные счета получателей. Как утверждает Татьяна Кейдун, выплата праздничной денежной помощи ветеранам войны будет осуществляться, как и в прошлом году, через отделение Центрального республиканского банка и государственного предприятия Почта Донбасса. В Управлении труда и соцзащиты населения обращают внимание ветеранов на то, что получить деньги следует в течение двух месяцев, иначе они будут возвращены на счет профильного ведомства. Хочу обратить внимание тех ветеранов, которые не достигли пенсионного возраста. Это наши молодые участники боевых действий, относительно молодые участники боевых действий, которые воевали на территории других государств, Афганистан, Югославия, Сирия. На сегодняшний день в Большом Харциске проживает всего 24 ветерана Великой Отечественной войны. Все они, помимо денежной помощи, отмечает Татьяна Кейдун, получат к празднику гуманитарные продуктовые наборы, которые вместе с поздравлениями будут доставлены специалистами управления ветеранам прямо на дом. На этой неделе в лекционном зале Донецкой Республиканской универсальной научной библиотеки имени Крупской состоялись краевические чтения на тему «Республиканский ландшафтный парк Зуевский» вчера, сегодня, завтра. РЛП «Зуевский» – одно из самых любимых мест отдыха харцезян, а в последние годы и многих жителей других городов республики. Разнообразие ландшафтов, флоры и фауны ландшафтного парка дают прекрасную возможность ученым для изучения окружающей среды, а любителям активного отдыха на природе для организации экологического туризма. Этому живописнейшему уголку Донбасса было посвящено тематическое мероприятие в библиотеке имени Крупской. Сегодня, по сути, проводим презентацию Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» под заголовком дня «Вчера, сегодня, завтра». То есть это развитие парка, его прошлое, его настоящее, его будущее. Цель такова – ознакомить жителей Донецкой Народной Республики с природоохранными предприятиями, типа нашего Республиканского ландшафтного парка. Я, насколько понимаю, мы первые, а дальше, скорее всего, будут миотиды и Донецкий кряш. В рамках краеведческих чтений состоялся просмотр тематического видеофильма «Отвесные скалы и заповедные рощи Зуевки». Целями мероприятия стали популяризация ландшафтного парка и привлечение общественности к решению проблем сохранения и умножения природных богатств нашего края. Год назад в Донецкой Народной Республике была создана общественная организация «Фонд «Единый Донбасс». За это время специальная комиссия фонда рассмотрела около 7 тысяч заявлений, из них одобрены почти 3 тысячи. На сегодняшний день помощь фонда уже получили 2309 человек на общую сумму 73 миллиона рублей. На материальную поддержку «Единого Донбасса» очень рассчитывала и семья Кашеваровых из Харциска. Екатерине Кашеваровой 27. У нее двое детей. Старшему Алеше 8 лет. Мальчик учится в первом классе, но уже определился с будущей профессией. Мечтает стать хирургом. Младшему Кашеварову всего 2,5 года. Увы, Егорушка практически не говорит. И каждый шаг малышу дается с трудом. Меньшему поставили диагноз ДЦП, дали инвалидность. И у старшего в 2015 году заболел осенью. Острый милоидный лейкоз поставили нам диагноз. Слава Богу, мы сейчас находимся в стадии ремиссии. Старшему нужны печеночные препараты. Восстанавливаем печень. У нас были грибки. Мы даже были в Москве. Нас посылали туда на консультацию. Меньшему цараксон нам назначают. Каждые 3 месяца по 6 флаконов пить. Диагноз врачей о причине недомогания Алеши у сына обнаружили рак крови стал для семьи Кашеваровых настоящим шоком. На тот момент Екатерина как раз была беременна Егором. Новость о болезни мальчика, предполагает молодая мама, как раз и стала причиной преждевременных родов. За 2,5 года Алеша уже прошел несколько курсов химиотерапии. И пусть сегодня он чувствует себя лучше, мальчик все равно нуждается в постоянном медицинском лечении и уходе. Он прошел 5 курсов химиотерапии. Каждый курс очень тяжело давался. Первый курс был. После первого курса у нас вообще была побочка и кровотечение было, кишечника. Очень страшно было. После третьего курса мы не могли встать на ноги. После пятого курса тоже. У нас полгода была температура. Очень было страшно. Все это прошли. Родители мальчиков не располагают средствами на лечение сыновей. Семья проживает в небольшом доме на трубной стороне. Екатерина сейчас в декретном отпуске. Муж Максим работает на харцизском машзаводе. Помочь Кашеваровым деньгами, выделить почти 60 тысяч рублей, пообещали в фонде «Единый Донбасс». Мы очень рассчитываем на эту сумму. Нам она очень нужна, потому что меньшему ребенку нужна реабилитация. Мы взяли направление, сейчас поедем к ортопеду в Донецк, к травматологу, посмотрят наши ножки, потому что мы ходим на носочках. Я думаю, эта сумма нам будет очень нужна в дальнейшем. И для лечения старшего мальчика? И для старшего тоже. О деятельности общественной организации семья узнала из интернета. В конце прошлого года Кашеваровы отправили письмо в адрес «Единого Донбасса» с просьбой о помощи. Собрали необходимый пакет документов и уже сегодня получили деньги. В продолжение выпуска наш традиционный пятничный обзор новостей Украины, подготовленный по материалам различных информагентств. В деле о госизмене Виктора Януковича Оболонский райсуд Киева 18 апреля допросил в качестве свидетеля бывшего соратника, экс-президента Украины, нардепа Михаила Добкина, который в 2014 году возглавлял Харьковскую облгосадминистрацию. Допрос длился больше часа. За это время Добкин перечислил известные ему факты об угрозе жизни Януковича. Даже если понимал, что он умрет, он, скорее всего, понимал, что он умрет, он должен был остаться и умереть. Он глава государства, он, избираясь на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать. Также Добкин заявил, что Янукович до последнего надеялся, что Яценюк после договоренности с представителями Евросоюза отведет протестующих из правительственного квартала, а Ярош не будет штурмовать Межигорье. Отчаявшиеся украинские моряки, офицеры военно-морских сил Украины, вышедшие в 2014 году из Крыма, обратились к президенту Порошенко с открытым письмом, в котором просят верховного главнокомандующего решить проблему с обеспечением жильем. В открытом обращении моряки написали, что четыре года назад они выполнили указ командования и покинули Крымский полуостров, где у них осталось служебное жилье и имущество. Авторы письма также отмечают, что поражены цинизмом, который проявляется по отношению к ним и их семьям, ведь они до сих пор остаются патриотами своего государства, которые оставили оккупированные территории и продолжают защищать независимость Украины. В заключении украинские моряки выражают надежду, что власти смогут решить их проблему и после увольнения в запас им не придется возвращаться в Крым и принимать гражданство России, чтобы решить квартирный вопрос. Открытое обращение подписали 35 человек, большинство из которых – старшие офицеры флота. В Одессе, на одной из городских парковок в жилом квартале, мужчины устроили стрельбу из-за паркоместа. Кроме огнестрельного оружия, участники конфликта применили светошумовые гранаты. Три человека были госпитализированы. Среди пострадавших – охранник стоянки и участники перестрелки. Всего полицейские задержали 16 человек с травматическим и огнестрельным оружием. Киевляне не прекращают борьбу за сохранение исторической части своего города. На Андреевском спуске напротив музея Булгакова возводится восьмиэтажный отель. Судьбу скандальной застройки решает Киевсовет, а под стенами столичной мэрии и фойе продолжаются протесты неравнодушных киевлян. Дело в том, что строительство громоздкого 30 метров в высоту здания не остановлено, несмотря на решение суда, согласно которому застройка считается незаконной. Участники пикета настаивают на расторжении Киевсоветом договора аренды с застройщиком. Над желтым сигналом светофора в Украине повис домокло в меч. После трагического ДТП в Кривом Роге, где погибло 9 человек и более 20 получили серьезные травмы, кабинет министров поднял вопрос об отмене желтого сигнала светофора. Авария произошла как раз вследствие того, что водитель выехал на желтый свет. По мнению властей, внедрение ноу-хау уменьшит аварийность на дорогах. Между тем, Украина относится к странам, ратифицировавшим Венскую конвенцию о дорожных знаках и сигналах. И согласно документу, двухцветные светофоры применяются лишь в виде временных установок с указанием их срока замены на светофоры трехцветной системы. В Покровске, то есть бывшем Красноармейске, взялись за реконструкцию парка. На объекте трудятся 25 человек. Они прокладывают новые аллеи, меняют систему освещения, водоснабжения и канализации. Старые деревья идут под спил. На их месте уже в этом году зазеленеют молодые саженцы. Первый этап реконструкции планируется завершить в июле этого года. «Плавай, ныряй, здоровья прибавляй» Под таким жизнеутверждающим лозунгом сегодня в городском бассейне прошли соревнования воспитанников детского сада «Чайка». Мероприятие получилось ярким, веселым и шумным. То, что воспитанники детского сада «Чайка» дружат со спортом с малых лет, уже ни у кого не вызывает сомнений. К празднику здоровья девчонки и мальчишки подошли основательно. Подготовили красочный танцевальный флешмоб, а некоторые и вовсе научились к этим состязаниям плавать. Кстати, основное действие спортивного праздника развернулось как раз в Малой Ване городского бассейна. В программу соревнований вошли синхронное плавание, эстафета и конкурс «Рыбка». Желание победить двух детсадовских команд, осьминогов и крабов, просто зашкаливало, не утихали страсти и на зрительских трибунах. Целью этих занятий было укрепление здоровья детей, развитие двигательных способностей и также пропаганда здорового образа жизни. Сегодняшнее мероприятие было своего рода экзаменом для наших ребят, где они показали нам всем свои способности, умения, навыки. В общем, все то, что они получили на занятиях по плаванию. Наверное, сложно на сегодняшний день найти ребенка, который бы не любил активные игры на воде, поэтому воспитатели детского сада «Чайка» и тренеры бассейна решили совместить приятное с полезным в одном мероприятии. Этот проект, он ближе нашему детскому саду, потому что наш детский сад является республиканским опорным по здоровьесберегающим технологиям. Мы планируем и в дальнейшем сотрудничать с городским плавательным бассейном, достигать новых результатов в данном виде спорта. Что же касается результатов соревнований, то, как обычно и бывает в подобных случаях, победила дружба. Всем спортсменам вручили медали и грамоты от Городской Федерации Плавания, не забыли взрослые и о сладостях. Это все новости на сегодня. Укрепляйте здоровье с молоду и до встречи на канале ТВСФЕРА. 21 апреля 1922 года родился Станислав Иосифович Ростоцкий, кинорежиссер, сценарист, педагог. Его дипломная работа, фильм «Пути дороги», по идейным соображениям на экраны допущен не был. После чего Станислав Иосифович пошел другой дорогой, которая и привела его, без преувеличения, к мировой славе. Два его фильма «Азори здесь тихие» и «Белый биом черное ухо» номинировались на премию «Оскар», а вкупе с картиной «Доживем до понедельника» стали лучшими фильмами года. Родная страна Ростоцкого тоже не обижала. Государственные награды и премии не обошли его стороной. Друзья Станислава Ростоцкого утверждали, что он мог работать, сохраняя хорошее настроение в любую погоду. Завтра 21 апреля малооблачно, температура воздуха 16 градусов, влажность 30%, ветер западный 5-8 метров в секунду. Ночью переменная облачность, температура воздуха 9 градусов, влажность 65%, юго-западный ветер 8-11 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова